Вышел у нас сегодня патч 5.1 У нас день рождения игры, между прочим День рождения игры подразумевается, что режиму PvE уже ровно год Между прочим, до 30-го числа его можно купить со скидочкой 50% И ссылочку можно найти у меня в описании, как бы, типа, кликайте, заходите, такие, оп, покупаете И фармите себе на батл пасик там, допустим Патч 5.1 С днем рождения игры, поклонники Fortnite Отпразднуйте Fortnite First вместе с друзьями, ищите по всему миру имененные торты И получайте косметические предметы за выполнение испытаний и заданий Режим песочницы снова в игре стал лучше, чем прежде Вызывайте друзей на дуэли Создавайте невероятные постройки на своем личном острове Участвуйте в королевской битве с новым легендарным оружием Компактным пистолетом-пулеметом Как будто их не хватало Также сюжет сражения с Бурей продолжится в компании Вещей Долины Зайдите в игру и выполните цепочку заданий День рождения Fortnite, чтобы получить особую награду Вот так у нас петух выглядит, так у нас будет выглядеть именинный командир Арр-Рамирес Жаль, конечно, что он будет только в ПВЕ Видали, какая у него татуха? Тупо жестко Событие День рождения! По карте разбросаны именинные тортики Именинные тортики со съедобными кусочками Наслаждайтесь вкусными угощениями Они подразумевают, что в Fortnite теперь жить можно? Или что? Типа, а зачем играть в баскетбол, если в Fortnite есть баскетбол? Зачем играть в гольф, если в Fortnite есть гольф? В Fortnite есть футбол Теперь еще и торты есть Дальше что? Женщины? Машины? Ага, машины уже есть Эээ, ладно Выполните три именинных испытания, чтобы получить новые эмоции, графики и украшения на спину Боевый автобус и грузы с припасами украшены в честь дня рождения в Fortnite Временный режим песочницы Ну, собственно, по песочнице тут, я так понял, они ее просто проапали Бои больше не завершаются, когда один из игровых отключается от сервера В игру добавлены гольф-кары, они появляются с гарантией 100% Ну, вот, что нужно было, это количество боеприпасов в емкостях с боеприпасами увеличено в 10 раз Это круто, постоянно патроны заканчивались Серые автоматы убрали, потому что они не нужны Увеличена вероятность найти более высокоуровневые автоматы Это тоже хорошо, автоматы имеются в виду торговые Увеличена вероятность найти пусковые установки, отбрасывающие площадки, это круто Можно баунс эти делать, баунс треки эти всякие То есть, прыгать по бутылкам Уменьшена высота, на которой принудительно раскрывается дельтаплан Ну, это такое на самом деле, потому что наверняка оно будет... Наверняка он ниже будет раскрываться даже во время использования этого Джампеда, что, собственно, будет немного странно Потому что джампеды можно было бы использовать и во время файтов Для того, чтобы, допустим, кого-то перепрыгнуть Хорошо, оружие и предметы Добавлен компактный пистолет-пулемет Как будто прошлых было мало Компактных, некомпактных, какая разница Доступен в эпическом и легендарном вариантах Это, соответственно, фиолетовый и желтый Базовый урон 23-24 единицы Так, а у нового пистолета-пулемета сколько урон? 21, по-моему? Или сколько? Я не очень помню Пишите в комментариях, сколько у нас урон у прошлого пистолета-пулемета, который добавили Я точно знаю, что 25 у этого, у Томпсона Используют патроны малого калибра Ну, соответственно, пистолетные Размер магазина 50 И, чтобы вы понимали По идее Epic Games пытается бороться с тотальной застройкой И почему, я вам скажу чуть позже Можно отыскать подстройка в сундуках и торговых автоматах Типа, нельзя найти и в этом В грузах То есть, я насколько понял, они вот переделали вот Полностью дроп-лист в этом В грузах В принципе, сделали нормально Конечно, они снизили количество снайперских винтовок Убрали Тут, смотрите, 30% был Практически дроп снайперской винтовки Ловушки выпадают по 2 Но не это Не выпадает повреждающая ловушка Что, собственно, немного не очень хорошо Но зато будет выпадать костер Типа, будет 100% выпадать либо пусковая установка и костер Либо вот, допустим, костер и батут В принципе, это хорошо, я считаю Убранные буги-вуги-бомбы, гранаты, бинты, бомбы-вонючки Ну, это хорошо, это типа мусор полнейший То есть, не очень прикольно было рисковать жизнью Открывая дроп и оттуда выпадали бинты, бомбы-вонючки Ну, хотя бомбы-вонючки норм были То есть, бомбы-вонючки это хорошо Не знаю, почему их убрали, они все-таки фиолетовые Изменения связаны со строительными материалами Начальная прочность деревянных стен уменьшена со 100 единиц до 80 Это целый один патрон, к слову То есть, теперь, когда люди на LKM используют турбостроительство и застраиваются Больше патронов будет пролетать в них Это во-первых Начальная прочность каменных стен, что логично Увеличена на целых 10 единиц Грубо говоря, на один патрон больше нужно будет истратить, чтобы пробить каменную стену Она кирпичная Максимальная прочность деревянных стен уменьшена на 50 единиц Это очень много Это, чтобы вы понимали Пока оно строится до 200, оно впитывает лишние там 3-4 пули И, соответственно, сейчас вот общее количество уменьшено на 50 Это очень сильно понижает их прочность Практически на сколько? На 25% Я так понимаю Да, на 25% 50 же, правильно? То есть, на 25% понизили Здесь, получается, у нас на сколько? Короче, я плохой математик Ну, если вы знаете, на сколько процентов Ну, не важно В общем, на 100 единиц металлическая порчность металлических стен увеличена Другой вопрос Если оно все так же взрывается с одного попадания ракеты Какая разница? То есть, металлическая, но не очень То есть, понимаете, нужно начальную прочность увеличивать у металла Чтобы металл на начальной прочности имел, допустим, 100 единиц И это было бы нормально На данный момент металл имеет сколько там? 60? Или сколько? 70 ли? Что-то такое Ну, короче, это не очень прикольно Время на строительство металлических конструкций увеличено с 20 до 25 секунд Ну, логично, типа, как раз-таки вот на эти 100 хп То есть, вот это, это очень сильно влияет на стройку Это раз Во-вторых, вот этот пистолет-пулемет, который за 4 пули условно ломает деревянную стенку То есть, 4 пули, 5 пуля, возможно, попадает И вот так он может, допустим, 5 пуль примерно попасть за все, за обойму Добавлен параметр спринт по умолчанию При включении которого вы начинаете по умолчанию передвигаться спринтом То есть, бегать То есть, вы по кд бегаете, а если зажимаете кнопку спринта, то вы ходите На самом деле, те, кто играет уже давно, я думаю, не будут это использовать Потому что это практически не имеет смысла Улучшена обработка столкновения при размещении строительных элементов прямо над игроком Теперь игроки будут чаще перемещаться за пределы только что возведенной по стройке То есть, вас будут чаще откидывать назад Скорее всего, насколько я могу судить Урон, наносимый киркой по стройкам, возведенным противниками или союзниками, увеличен И теперь наносит, составляет 75 базовый урон и 150 единиц критический урон То есть, если вы по этим будете, по кружкам бить, будет по 150 бить Раньше по 100 бил Изначальный урон был 50 и был 100 общий Теперь киркой можно будет пробивать по стройке врага, допустим, и свою стенку ставить Игроки больше не застревают при движении после смены места в транспорте Это круто, вы теперь не будете застревать в телеге Потому что, ну, это слишком жестко Цифра урона для управляемой зачатки теперь отображается только при наносении урона игрокам И это нормально, потому что, ну, я не понимаю, зачем нужно было показывать, что идет урон по постройкам Это глупо Изначально было, теперь будет хорошо Спасибо Спасибо, Георгий Спасибо, Георгий вот-вот-вот за вот это вот вот спасибо вот за вот вот за вот это вот спасибо это это хорошо это мне очень нравится вот это мне тоже очень нравится вот это мне очень нравится спасибо георгий кстати в комментариях тоже можете писать спасибо георгий потому что ну я считаю георгий постарался а игроки больше не проваливаться сквозь пол не проходит через стены при размещении или редактировании построек это пофиксили пропрыг через стенку с окном спасибо георгий лучший производительный сервер для временного режим 50-50 спасибо георгий а лучше производитель сервер для матча с пользовательским настройками во время соревнований спасибо георгий лучше значительно лучше производительность процесс связан с вездеход карам спасибо георгий pg то есть вот вездеход car вот везде аббревиатура вот аббревиатура вхк и pg нет sg спасибо георгий так звук добавлено позиционирование звука при размещении метки на карте при услышите звуковый эффект с той стороны где находится метка спасибо георгий ужин звуковые эффекты вездеход кара ладно нет неважно снижена громкость кирки наследие тесла не прошло и два сезона спасибо георгий добавлен специальный звуковый эффект для прыжка с трамплина в воду спасибо георгий добавлен специальный звуковый эффект для уничтожения кактусов ну спасибо георгий так звуки открывания и закрывания для the plan dracar больше не накладываются друг на друга при часто нажатии кнопки а звук а громкость пожалуйста георгий пониже звук сделайте это невозможно вот этот дельтаплан dracar как и дельтаплан вот эта спасательная шлюпка это просто невозможно анимация вздушного следа туалетного бумага теперь отображается как положено посмотреть вы но спасибо георгий так функции повторов ладно это нам не важно мобильная версия я думаю нам не важно в общем что я хочу сказать по патчу новый пистолет-пулемет который по идее должен стрелять быстрее чем прошлый пистолет-пулемет который не добавили плюс значительный нерв построек несмотря на то что каменные постройки увеличили и скорее всего их будут использовать в пвп потому что ну 90 урона это всяко лучше чем вот эти 80 то есть это выдерживает лишний патрон проблема будет в том что строится все равно будут чаще всего деревом потому что дерево легче всего добыть на практически на любом этапе игры дерево добыть намного проще чем тот же камень но камень теперь будет рубить намного чаще то есть вы бежите вы видите камушек любой просто тык-тык-тык телевизор тык-тык-тык камушки все наломали побежали fight их используйте камни железо вопрос в том если она теперь не уничтожается с одного выстрела гранатомета то это хорошо в остальном же железо как было плохим так и осталось то есть я считаю что железо должно иметь 100 единиц хп при размещении чтобы вообще повысить смысл добычи железа в паблике допустим я в железо в паблике вообще никогда не фарм это бессмысленно и железом застраиваюсь когда у меня нет ничего кроме железа но это провальная ситуация потому что простреливается очень легко и использую железо как расходники когда у меня много железа и в леке я не хочу остаться без камня или дерево в общем вот такая вот вот такой у нас обзор патча спасибо тому кто ездит у меня за клон и спасибо георгию спасибо за патч всем спасибо всем пока подписывайтесь ставьте лайки каждый видосы но вы поняли еще кстати можно подписаться на все мои каналы тут розыгрыш постоянно подписаться на все мои каналы